всем привет это брик гараж и с вами егор сегодня у нас обзор краткий обзор одной из моих моделей которая ранее уже была представлена на канале это вторая часть обзора первая часть в предыдущем видео по ссылке под видео там мы говорили об общих моментах общих технических аспектах модели сегодня же будет больше тонких технических моментов основанных на моем опыте я не претендую на инженерную степень поэтому некоторые мои фразы термины могут быть они совсем корректными буду пытаться объяснить своими словами говоря о подрессоренных неподрессоренных массах важно понимать это все в комплексе если погуглить посмотреть в википедии то есть даже некое идеальное соотношение подрессоренных и неподрессоренных масс порядка 1 15 так вот подрессорен не и масса это то что у нас плавает на подвеске то есть сам кузов рама все что собственно говоря колышется вот так вот над землей они подрессорены массы да то что всегда остается на земле колеса диски элементы там ступицы часть подвески и так далее так вот если у нас прессоренные массы легкие это кузов то представьте ситуацию когда машина налетает на кочку и у нее у машины легкий кузов при этом тяжелые колеса то машине легче вместо того чтобы отработать амортизатором машине легче подкинуться вверх грубо говоря подскочить над кочкой не сжимая амортизатор потому что амортизатор в этом случае жестче чем вес машины который сверху давит поджимает амортизатор сверху поэтому на тяжелых машинах там не знаю ну джипы само собой но и какие-то представительские с-классы они сами по себе тяжелые поэтому на них ход плавнее потому как вес подрессоренный вес высокий и подвеска при этом очень хорошо отрабатывает по этому карте что машина плывет над землей стелется на самом деле она просто тяжелая и за счет того что большая инерция машине сложно подскакивать на кочках на каждой какой-то там ямке и при горке подскакивать здесь у нас легкий зад и достаточно тяжелый мост ввиду того что там закреплен мотор так вот чтобы машине не подбрасывать зад на каждой кочке нужно сделать либо потяжелее зад не знаю запаску что кому-то налепить либо сделать мягче заднюю подвеску чтобы она легче продавливалась мостом и если смотреть видео когда машина там на слоу моу едет и видно как колеса у нее так вот на каждой кочке подскакивают а кузов ровно едет над землей не не шелохнувшись это говорит о том что подвеска настроена хорошо и соотношение между массой подрессоренной подрессоренной примерно выдержана спереди и сзади используются желтые амортизаторы жерт желтые это жесткие при том сзади они работают гораздо мягче чтобы это объяснить я подготовил такой вот небольшой вот вспомогательный материал то есть мы видим здесь эффект так называемого плеча или качелей когда у нас вот это вот красная эта рама здесь нас точка крепления заднего моста это как будто бы тяги у нас на которой у нас сама ось отдаляется от точки крепления вот мы видим что если мы устанавливаем амортизатор максимально близко вот максимально далеко точнее от самих колес от самой оси то у нас во-первых подвеска легче сжимается опять же тот же эффект плеча и во вторых у нас получается очень хороший ход то есть если у нас ход амортизатора здесь не более 200 тут то мы видим что над колесом у нас происходит сжатие тут гораздо больше тут наверное 45 тут сокращение идет вот за счет того что мы создали такое плечо у нас подвеска стала мягче и при этом у нас стал больше ход если мы сейчас сместим амортизатор ближе к колесу то мы увидим как у нас изменится работа подвески смотрите сейчас у нас подвеска гораздо жестче стал и при этом ход уменьшился кстати можно также менять и не только расположение амортизатора ближе и дальше от колес также можно менять наклон вот сейчас мы поменяем немножко наклон и видим что тоже меняется да сейчас у нас амортизатор стал опять жестче ну и ход опять уменьшился вот либо мы сейчас максимально сдвинем у нас будет максимальный ход и амортизатор будет максимально мягкий точнее подвеска ход примерно такой же принцип используется в троффе трахах если вы посмотрите каркаснике каркасной trochę траги там тоже амортизатор он стоит максимально далеко от колеса практически рядом с точкой крепления рычагов кстати то же самое распространяется на независимую подвеску если у нас сейчас был мост неразрезной то если мы закрепим колесо вот так вот это у нас будет уже как будто бы независимая подвеска здесь тоже самый принцип то есть чем дальше амортизатор крепится от колеса тем больше плечо и мягче работает подвеской соответственно больше и ход пользуясь этим знанием вы можете обходиться в принципе даже одним комплектом амортизаторов если у вас немного лего в этом плане жесткий амортизатор они более универсальные чем мягкие и тут больше уже процесс упирается в свободное пространство вашей модели можете ли вы варьировать так скажем места крепления амортизаторов ладно вернемся к машине к нашей вы можете сами проделать дома из имеющейся детали это этот опыт для тех кто только начинает и работает с подвеской и вы убедитесь что это действительно работает конечно в данном случае еще важно правильно крепить амортизатор как-то я делал подобная картинка часа высвечиваю вам на экране смотрите важно чтобы амортизатор при креплении испытывал минимальные нагрузки на излом если мы вот крепим амортизаторов выжимаем вот таким вот образом то мы сжимаем его силы воздействует у нас ровно сверху и ровно снизу амортизатор сжимается нормально если же мы будем его так вот немножко сбоку сжимать то у нас ведь он он работает на излом и это мешает штоку мягко плавно ходить в цилиндре если сейчас от точки приложения силы сделал ровно то у нас излома никакого нет то же самое при работе амортизаторов происходит когда мы устанавливаем их неправильно в машине если у нас одностороннее крепление амортизаторов то у нас идет излом и подвеска по сути не работает чтобы она работала нужно либо крепить так чтобы точки приложения были ровно посередине то есть это в этом случае нужно крепить с двух сторон сверху из двух сторон снизу чашку крепления в этом случае при сжатии будет все нормально работать. Либо же нужно крепить один пин или ось, чем вы крепите с одной стороны, а с другой стороны амортизатора, соответственно, с другой. То есть у нас в этом случае будет вот такое вот в шахматном порядке, или как правильно сказать, в противоположных направлениях крепления. Я сейчас не смогу сжать, он у меня выскочит, скорее всего, но на практике это работает, вы можете в этом убедиться. Вот, это важное условие для работы амортизатора, для мягкой работы амортизатора без лишнего трения. Если это видео будет достаточно успешно, с точки зрения просмотров, а это зависит от вас, как будете активно комментировать, ставить лайки, или даже делиться в сетях. Так вот, насколько будет успешным видео, я построю потом так называемый мод. Мод будет, возможно, на L-моторах. Это будет уже гражданская версия, не трофитрак, а гражданская версия для езды по полу. Возможно, сюда, не знаю, колеса 56-е, 56-е колеса, возможно, здесь будут. Либо же будут колеса 50-го, 49-го размера, что, в общем-то, будет смотреться неплохо, и модель будет хорошо ездить по полу на заднем приводе. Однако, есть еще один интересный момент. Прежде чем делать такую модель, я бы хотел протестировать модель вот с подобными дисками. Правда, для этого нужно занизить подвеску, и я думаю, что модель неплохо будет ездить по полу на таких колесах, несмотря на то, что у них большой размер. Размер у них порядка 62-65 миллиметров. Вот даже есть дрифтовый вариант, хотя на заднем приводе, на чисто заднем приводе это работать не будет. Посмотрите, как шикарно это будет смотреть с заниженной подвеской. Просто, мне кажется, огненно. Хотя колеса, конечно, оверсайз. Что у нас еще есть? У нас есть еще Race ТЕ37. Ну и можно еще вот такие вот. Это как раз, по-моему, Work Emotion. Напоминаю, это колеса от китайских RC Touring моделей. Как их монтировать на LEGO, у меня есть отдельное видео для тех, кто не в курсе. Очень хорошие с точки зрения цена-качества, хотя нужно повозиться с клеями, пожертвовать четырьмя шестеренками. Инструкцию к этой модели я делать не буду. Тут две причины. Точнее, даже одна причина, это дороговизна модели, которая получается в итоге, потому как баги мотор, его необходимо либо с бриком на самый худший сценарий, либо бувизом снабдить. Поэтому себестоимость данной модельки выходит порядка 25 тысяч, наверное, только благодаря электрике эта цена. Если строить модель чисто для фана, проще купить дешевую китайскую трофи-трак, там, я не знаю, сколько она, 3-5 тысяч может быть, стоит с Алиэкспресса, погонять и удовольствие получите гораздо больше, чем от постройки и игры вот с такой моделью. Хотя, конечно, кому-то интересен сам процесс. Процесс постройки, подвески, шасси и потом игры в это. Игра, конечно, не очень интересна в том плане, что даже бувиз, он у меня иногда выключался при нагрузке от работы с баги мотором, который, как известно, жрет очень много тока. Так вот, бувиз отключался, рулевая люфтит, потому как, известно, лего сервомотор обладает неким шагом, обладает люфтом, и помимо этого, еще сами рулевые системы, кулаки тяги имеют хороший люфт у всех лего моделей. Как ни старайся. Вот такая вот модель. Мне она нравится, но держать в ней баги мотор я, конечно, не буду. Скорее всего, я ее перестрою потом в обычную пузатерку с задним приводом. Возможно, это будут L-моторы и, возможно, даже когда-нибудь будет инструкция. Если вам подобный формат обзоров нравится, то я буду снимать, продолжать их, потому как у меня нет времени снимать подробно про каждую модель, а моделей у меня накопилось много, в том числе недоделанных и которые вряд ли будут когда-то доделаны. Поэтому, если вам понравилось, поддержите данное видео, поставьте лайки, а также отразите в комментариях, хотели бы вы, чтобы я сделал какой-то мод с этой моделью. Может быть, даже в другом цвете ее построил. Все, спасибо за внимание. Напоминаю, что ссылка на инстаграм в описании к видео есть. Подписывайтесь на мой основной канал и на дополнительный, в котором я периодически буду выкладывать какой-то менее подготовленный контент, но для более узкой, скажем так, специализации, для более узкой аудитории, которая собирает лего, а не просто смотрит видосики на данном канале. Ну все, до скорого, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok